Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Друзья, я хочу повторить то, что сказал вчера на всеночном мнении, но мне кажется, это очень важно для каждого из нас. Почему же Господь вот так покидает своих учеников, хотя, казалось бы, остался бы Он с ними, может быть, всё было бы иначе и в этом мире. Да, было бы всё иначе, потому что Он бы был там, в Иерусалиме, или где-то ходил по Римской империи со своими учениками, а многие-многие люди бы не прикоснулись к Нему. Но Он уходит, чтобы быть с каждым. И не важно, кто этот каждый, и не важно, что Он сотворил в этом мире. Бог стучит в сердце каждого человека. Вот в Откровении Иоанна Богослова в Апокалипсисе есть вот эта самая картинка, если я стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой и откроет вот эту дверку сердца своего, войду и буду вечерять с Ним. Это очень важно. Надо помнить, что Он действительно стучит всем в это сердце. Но одни открывают это сердце и впускают его, другие закрыты всю свою жизнь и не знают, что Господь очень близко в преддвериях, и что не надо ждать этого своего конца света, чтобы его почувствовать и узреть. Вот, для этого Он приходит к ученикам и возносится на небо, чтобы все народы Земли могли прикоснуться к Нему, и не только узкий круг Его учеников. И, конечно же, конечно же, Он оставляет своих учеников видимым образом для того, чтобы ученики стали учениками, начали учиться, начали прилагать свое усилие к тому, чтобы быть с Ним. Это тоже очень важно. Это как каждому из нас сказано, что быть с другим действительно придется прилагать усилия. Чтобы остаться другом придется прилагать усилия. Чтобы остаться с любимым придется прилагать усилия. Это очень важно, что нам важно не просто автоматически стоять и ждать, когда же, когда же Он придет, и все в нашей жизни изменится. Но приближать это время, приближать это время нашими делами, какие бы они ни были, хорошие, большие, маленькие, но главное, чтобы были добрые. Приближать это. Здесь и сейчас, не откладывая это когда-то на потом. Потому что, ну, с папой и с мамой всегда хорошо быть. Ведь, когда ты выходишь в мир, и рядом нет ни папы, ни мамы, вот, тебе приходится учиться. Тебе приходится иногда учиться в тяжелых обстоятельствах. А что поделаешь? А потом, через какое-то время, через много-много лет, когда ты сам становишься папой или мамой, ты понимаешь, как это было здорово, что тебя отпустили, что тебе дали возможность научиться, что ты можешь сам выбирать, что есть добро, а что есть зло, что ты в этой свободе бываешь счастлив, потому что ты чувствуешь себя по-настоящему человеку. Ведь, посмотрите, ученики возвращаются радостные, хотя, казалось бы, должны печалиться. Ведь так хорошо рядом с ним согреться. Но любовь умеет отпускать. Вот такая заковыка. Вот все, что не любовь, оно не отпускает. А любовь умеет отпускать. Оно умеет давать возможности. Оно будет стоять рядом и поддерживать, что Он обещает каждому из нас. Я буду всегда рядом во все дни до скончания века и никого никогда не оставлю. Мы можем оставить. Он нет. Мало того, Духа Своего дает каждому из нас, чтобы у нас были силы, преодолевать все свои несовершенства и недостатки. Все дано каждому из нас. Каждому. Нет недостойных и нет более достойных. Возможности у каждого есть. Стоит этого захотеть. И, может быть, ученики это поняли. В тот момент они поняли, что никого Он не оставляет. Что, наоборот, Он дает возможность. Он дает счастье. Он дает любовь. Он дает возможность по-настоящему научиться быть живым человеком. и любить, и печалиться, и страдать, и радоваться. Ведь так это важно. Чувствовать себя живым человеком и эту весть благую нести другим, говоря о том, что Господь ни на ком точке не ставит. Господь ожидает, что мы к Нему обратимся. Что Он невидимым образом предстоит пред каждым. И потихоньку стучит в сердце. Стучит потихоньку, ожидая, что мы услышим. Нам этот стук понадобится, и мы откроем. И мы впустим. И скажем, посмотри на нас. Да, мы, может быть, несовершенные, поломанные, израненные, но Ты нам важен и нужен, как глоток свежего воздуха. И когда мы этому научимся, мы по-настоящему научимся и любить, отпуская тех, кого любим, не таща в себе все, становясь хозяином того, кого мы притащили, а давая возможности. Возможности в этом мире другим быть другими. И это, об этом тоже праздник. И еще, конечно же, Он показал нам путь. Он дал нам возможность поверить каждому, абсолютно каждому, что мы можем преобразиться, что мы можем стать другими. что мы можем так же войти в царство Его и быть рядом с Ним. Он никого не осудил. Он только дает возможности и говорит, вы можете это, и я с вами, и вас не оставлю, и вам помогу. верьте мне и учитесь доверять другим и самому себе. учитесь, Он говорит. Учитесь и становитесь немножко детьми и немножко взрослыми. Немножко печальными и немножко радостными. И радуйтесь, когда у вас есть праздник. И печайтесь, когда у вас есть беда. И давайте сегодня мы, как ученики, будем радоваться, что Он у нас есть, что не оставит никого, где бы этот человек не был. И здесь, и в больнице, и в любом месте Он всегда будет с этим человеком. И в радости, и в печали. И не оставит его во все дни до скончания века. Он каждому из нас это обещал. Аминь. 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 Продолжение следует...